Микс Ньюс Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен» в студии Анны Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А на прямой связи по скайпу с нами сегодня режиссер, народный артист России, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Карен Георгиевич, Вы с 98-го года являете генеральным директором ведущего предприятия киноиндустрии в России. И практически все российское кино производится сегодня на «Мосфильме». Вот как Вы оцениваете уровень российского кинематографа сегодня? Ну, во-первых, нельзя сказать, что это российское киноиндустрие. Во-вторых, очень большая часть российского кино и большая часть телевизионного. Я бы сказал, что есть достойная картина, но если говорить в целом о проблеме российского кино, ну, главное, на мой взгляд, это, конечно, недостаточное производство. Ну, в российское кино сегодня мы производим меньше ста картин в год. Это, на самом деле, для такой страны, как Россия, очень мало. В советское время 250-300 картин делались. Ну, допустим, тогда Российская Федерация тоже делала, наверное, порядка, ну, с картин 180, как минимум. Вот, Франция делает 400 картин в год, а Россия меньше ста. Поэтому я думаю, что это очень сложно заявлять себя. Тут количество имеет значение, короче говоря. А на Ваш взгляд, с чем это связано? Почему количество картин, ну, Россия, в которой проживает 145 миллионов человек, и вообще люди, которые говорят на русском языке, их в мире несколько сот миллионов, и, тем не менее, проигрывает той же Франции или другим странам, ну, сопоставимый по размеру? Почти в два, в три, в четыре раза даже. На мой взгляд, все дело в том, что у нас не сложилась правильная организация вообще. В кинопроизводстве. Вопрос государства не в том, чтобы просто давать деньги, как говорится, финансировать, что, собственно, происходит сейчас в российском кино. Государство, на мой взгляд, в современном мире должно создать условия, в которых кино, в том числе, может все-таки быть и, так сказать, привлекать инвесторов. Потому что сегодня, в общем, в российское кино практически все существует на госфинансировании. За исключением, кстати, масс-фильма, замечу вам, который является, не получает никаких бюджетных средств. Но в целом, в российское кино все на госфинансировании. В общем, мне кажется, очень мало используются рыночные механизмы. А в современном мире все-таки кино должно в большей степени зависеть, и работать на рынке, и работать с частными инвесторами. Вот мне кажется, в этом проблема, потому что, конечно, государство не может бесконечно увеличивать финансирование на производство 200, 300, 400 фильмов. Во Франции довольно умелая система вообще производства, которая сочетает в себе и поддержку государства, но в то же время, так сказать, государство создало такие условия для кино, которые позволяют в большой степени французскому кино привлекать частные инвестиции. Мне кажется, в этом проблема. Вот Карен Георгиевич, режиссер Юрий Карра был у нас в эфире, и он отметил, что работы Андрея Звягинцева, ну, скажем так, в неприглядном свете выставляют Россию, то есть показывая проблемы в российских семьях и так далее. На ваш взгляд, должен ли кинематограф отражать только лучшее, что происходит в стране, или же нет? Что вы вообще об этом думаете? Да нет, конечно, кинематограф, на мой взгляд, должен отражаться в реальной жизни, которая, собственно, в этом смысле. Я, кстати, не нахожу, что в картинах Звягинцева. Я не могу сказать, что я в художественном смысле его, так сказать, большой поклонник, но претензии к нему с точки зрения того, что он там что-то не так окрашивает, мне кажется, да, что у него картина. Ну, Левиафан у него тоже вызывал, вроде как он там клевета. А что у нас, нет губернаторов вороватых? Поэтому нет, я этих претензий совершенно не принимаю, не вижу ничего такого в картинах Звягинцева, чтобы как-то дискредитировало. Да, у нас есть проблемы, к сожалению, весьма кричащие проблемы. И, собственно, с этим ничего не поделаешь. И у американцев есть проблемы. В американском кино мы видим довольно много фильмов, весьма критически настроенных, так сказать, к тому, что происходит в Соединенных Штатах. И, тем не менее, это нормально. Кино должно отражать жизнь такой, как она есть. Другой вопрос в художественных достоинствах, это уже вопрос другого порядка. А чтобы быть сегодня конкурентоспособным на международном кинематографическом рынке, необходимо выполнять ряд условий? Ну, в частности, есть такое мнение, что для того, чтобы российские фильмы были востребованы и претендовали на международные премии, необходимо показывать, ну, в достаточно таком критическом ключе. Или это такое некое преувеличение? Нет, это есть, это присутствует. Если мы говорим тоже вот о прошлом, вашем вопросе, то, конечно, определенное, это очевидно, определенное преимущество картинам, которые показывают в критическом, как вы говорите, свете. Да, есть на фестивалях, это более... И это видно, что это, в общем, связано именно с идеологией, а не с экономическими, не с художественными проблемами. Так что такая тенденция, безусловно, есть. Проблема не в том, что показывает, оно и должно быть там критически, как вы говорите, фильм. Но проблема в том, что никакой другой кино уже не показывается. Поэтому тенденция определенная, я в этом вижу, да. То есть сегодня, в принципе, в России действительно много фильмов, ну, не только, в России во всем мире много фильмов, отражающих такую мрачную реальность. А какого кино, на ваш взгляд, сегодня не хватает? Ну, вот в России, например. Ну, в России не хватает, на мой взгляд, прежде всего кино, которое рассказывает о жизни простых россиян. Это простой, вот, о человеческой жизни. В советском кино достаточно много, вообще-то, картин. Хотя мы упрекаем все время советское кино. Ну, не мы, я-то не упрекаю. Тенденция современной, как говорится, либеральной общественности. Все время вспоминать, что советское кино, там, цензура и прочее, прочее. Но в советском кино многие картины, которые вы видите, советские, по ним действительно можно было понять, как живут советские люди. Они отражали жизнь. Причем были весьма такие картины, как там, рабочий поселок Венгерово. Это просто был такой советский неуреализм. Было видно, как люди живут, как они там. Москва слезам не верит. На самом деле, она отражала диссоветскую жизнь простых советских людей. Именно поэтому, кстати, она в свое время была весьма и на Западе, там, в Оскаре и далее. Мне кажется, именно это было главным. А вот по российскому кино, честно говоря, мне трудно понять, вот как живут россияне, обычные россияне. Как они деньги зарабатывают, какие у них проблемы. Причем я имею в виду необязательность, чтобы это была еще и не чернуха, а чтобы это было, так сказать, объективный какой-то взгляд на жизнь человека. Простого российского человека. Мне кажется, таких картин очень мало. Я, во всяком случае, давно не видел. Ну вот вы говорили в интервью, что в вашей картине добряки в вашей первой работе много порезали. Вот вы так сказали. Многим режиссерам вообще в советское время приходилось сталкиваться с цензурой. Вот существует ли цензура в кино сегодня? И по какой причине, например, тот или иной фрагмент из фильма могут вырезать? И могут ли на самом деле? В современном российском кино я не знаю примеров, что кто-то что-то вырезал. Цензура действительно современная. В российском кино нет. Я просто не могу даже ничего близкого к этому не существует. Что касается советского кино, ну да, это было. И у меня вырезали. И табриках, и в Мэйжазе, кстати, были купюры. Но я, как говорится, не в обиде на советскую власть. Потому что если в кино что-то есть ценное, то на самом деле оно все равно остается. Ну были, конечно, примеры такие, как там Саша Аскольдов покойный, ему просто комиссар закрыли картину. Но надо сказать, это была довольно большая редкость в советское время. Вот эта история о том, как Стэнли Крамер пожелал вам терпения, о том, как он в своем интервью после упомянул вас, вашу картину «Мы из джаза». Насколько, на ваш взгляд, важно в карьере талантливого, начинающего режиссера получить такое благословение, так скажем, и напутствие от выдающихся мастеров? Ну важно, конечно. Да, у меня действительно бывает странная такая история со Стэнли Крамером, которая, можно сказать, развивалась на протяжении десятилетий. Потому что мои родители случайно встретили его там в фойе Московского кинофестиваля и попросили пожелания написать. Это я еще учился чуть ли не на первом курсе. Он тогда написал на бумажке слово «patience», «терпение». А потом, спустя уже довольно какое-то количество лет, да, наверное, это уже прошло, там, сколько, я уже мы из джаза, я приехал в Монреаль на фестиваль и встретил, то есть, наверное, на пресс-конференции он был. Я с ним, к сожалению, не познакомился, он ушел раньше, но потом на следующий день мне показали его интервью, где он весьма лестно отозвался о картине, правда, сказал при этом, что режиссер был похож на британского банкира. А я действительно, наверное, был похож на британского банкира, по тем временам я костюм одел, галстук, такой был очень официозный, а с тех пор галстуки очень редко ношу. Это важно, важно, когда, конечно, тебя кто-то поддерживает, когда есть какое-то такое. Ведь в вашем фильме «Мы из джаза» как раз есть история с Капитаном Колбасевым, она, в общем-то, из той же оперы, получается, это тоже, когда нужна была поддержка, когда они, в общем-то, сначала имитировали, и потом уже, собственно, Капитан сам появился и сказал, что он слушал ваш джаз. То есть, получается, что это про вас немножко история? Ну, я думаю, что это про всех, кто вообще, молодых людей, не важно, чем ты занимаешься, то есть, в любой профессии для молодого человека всегда важна какая-то поддержка. И когда она есть, то это помогает, поэтому, да, это в определенной степени про меня, конечно. Ну, вот ваша картина «Американская дочь» – это, по сути, автобиография того, что происходило с вами, ну, или, по крайней мере, навеянная событиями, происходящими у вас с дочерью, с вашим расставанием, вот когда ваша жена уезла ее в Америку. По сравнению с другими фильмами автобиографические картины, они какое-то преимущество имеют вот для вас лично? Ну, она все-таки не автобиография, можно сказать, она появилась как… Следствие событий тех, что происходили. В моей жизни, как толчок в реальном событии моей жизни, вот результатом была эта картина, да. Кстати, у нее было смешное, там, я начинал со швейцарскими продюсерами, и они все время хотели какую-то крупную американскую звезду туда всунуть. И, в общем, договорились, такой был, он и сейчас есть, но тогда он был популярный, Рудвер Хауэр такой есть, американский артист. И мы с ним в Лондоне встречались, и я помню, что мы сидели там, кофе пошли попить, и он мне сказал, знаете, мне очень понравился ваш сценарий, и знаете почему? Потому что у меня, говорит, такая же история. Он, оказывается, голландец, Рудвер Хауэр по происхождению, и у него жена тоже когда-то, говорит, уехала в Канаду, что ли. И он, говорит, только когда я стал известным артистом, вот с дочкой встретился уже спустя 20 лет, поэтому мне так… Ну, потом он, правда, говорит, ну, я чувствую, что вы не хотите, чтобы я снимал за вас. Я говорю, ну, так. Я действительно не хотел американского артиста, потому что мне было важно, чтобы там была эта разница, что человек не говорит по-английски, а дочь уже, наоборот, по-русски не говорит. Так что такая была история. Ну, сказать, что она, я сознательно, все-таки, американская дочь – это мелодрама, даже сказка, скорее, это такая фантазия на эту тему. Она, конечно, не автобиографичная картина. Но все-таки сцена, где герой говорит, ты украла мою дочь, уехала в Америку, разве это не отражение действительности в вашей жизни тогда? Ну, в определенной степени да, но это герой говорит. У меня такой сцены не было в моей жизни. Ну, напрямую, косвенно было что-то похоже. Да, у нас есть звонок, Каран Георгиевич, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Так, сорвался у нас звонок, я еще раз напомню, телефон на прямом эфире 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Каран Георгиевич, ну вот вопрос такой, может быть, провокционный, можете на него не отвечать. Когда вы встретились с дочерью спустя 20 лет разлуки, она вас не винила за долгое отсутствие? Нет, да, она меня не винила. Была такая сентиментальность, наверное, сказать. Ну, нет, никаких обвинений не было. Ну, я, в общем, не могу сказать, что я выполнил. Чувствую себя виновным в разлуке. Так что, нет, не было. Звоните нам по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Это телефоны прямого эфира в нашей студии. Задавайте вопросы нашему гостю. У нас Каран Шахназаров сегодня на прямой связи. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Дмитрий. Да, слушаю. У меня несколько вопросов, Карен Георгиевич. Собственный комментарий. Вот вам задали вопрос по поводу того, какого кино не хватает в России сейчас. На мой взгляд, не хватает хорошего детского кино. То есть кино, которое бы воспитывало бы молодых людей, детях. Что хорошо, что плохо. Помочь другу, он заступится за слабого и так далее, и так далее. Потому что тот фильм «Кинематограф», который сейчас показывает молодежи, там все сводится к, извините, к низменным инстинктам. Заработай, вернее, даже не заработай, а укради денег, обмани. В общем, вору ворошапку украл. Какой у вас вопрос? Вопрос у меня следующий. Вот я биотически смотрю такой ресурс «Бэткомедиан». Там молодой человек рассказывает, ну, комментирует фильмы. Скажите, пожалуйста, вот очень много фильмов, которые в России выпускают, которые действительно делаются некачественно в плане содержания. То есть там недобросовестно подбираются факты, и события как-то перевираются. Как вы сами смотрите? Как на это можно повлиять, чтобы вот все-таки режиссеры, ну, молодые будущие, более ответственно относились к тому, что они снимают и какую информацию они несут зрителям? Спасибо. Спасибо вам. Да, Карен Георгиевич. Понимаете, насчет детского кино абсолютно с вами согласен. Да, действительно, у нас практически его не существует. И это, да, это добавляет, наверное, к тому, что я говорил. Я абсолютно согласен с нашим уважаемым радиослушателем, потому что вообще советское детское кино было одно из лучших в мире. И действительно, это было одно из достижений Советского Союза, создание очень мощной такой детской киноиндустрии. У нас мультипликация была, вообще она входила. В принципе, мы делили первое-второе место с американцами в анимации, потом японцы еще добавились, поэтому и, конечно, детское кино было. Но, к сожалению, оно полностью сегодня разрушено, но его можно восстановить, вот как раз его-то надо восстанавливать с помощью государства, потому что его просто так, конечно, щелкнув пальцами, не восстановишь. Тут еще проблема, что надо режиссеров воспитать. Понимаете, не каждый режиссер может снимать детское кино. Я, например, не взялся бы снимать детское кино, потому что это отдельная профессия. В Советском Союзе еще людей, которые работали в этом направлении, их поощряли, то есть специальные премии были, потому что детское кино, оно очень неблагодарно. На фестивали не берут. Ну что, улыбки детей, это, конечно, важно, но все-таки для человека с амбициями нужны какие-то стимулы, надо сказать, вот советская кинематография давала эти стимулы, и приходили туда талантливые режиссеры, работали, но это надо формировать все, поэтому это, конечно... Я давно говорил, что нам вообще нужно восстановить аналог Госкино и, так сказать, взять из советской системы кинопроизводство лучшее, что там было. В том числе и касается второй вопроса, да. Если государство полностью финансирует, на мой взгляд, оно имеет право, конечно, определенные какие-то требовательства режиссера, хотя бы соблюдение каких-то исторической достоверностей. Но пока этого всего, да, не происходит. Кран Георгиевич, вот Толстой говорил, что не может выбросить из Анны Карениной ни единого слова. И всем известен объем книги Анны Карениной и шестичасовая экранизация. Вот ваша Анна Каренина, она представлена в двухчасовом формате. И вообще сейчас в современном мире идет такая тенденция к сокращению, там, начиная от текста, как у Орла в 1984 язык новояз появился, да, который все сокращает. Вот эта тенденция к сокращению всего, это сейчас то, чего ждет современность, или что это? Ну, вы знаете, во-первых, я же не только два часа сделал, я сделал шестичасовую версию Анны Карениной. Я действительно, одной из линий Левина, Китти, я сосредоточился на взаимоотношениях Анны, Воронского и Каренина. Ну, честно говоря, мне всегда больше всего в романе интересовала именно эта часть. Мне казалось, она наиболее интересной и наиболее живой. Мне кажется, я не претендую, у каждого свои есть соображения, но мне всегда казалось линией Левина достаточно такой умозрительной. Вот, это уже личное дело каждого. Ну, выбирая, конечно, формат, и в шесть часов сериала невозможно вложить весь роман, поэтому я выбрал вот эту часть и сосредоточился на ней. И сделал еще киноверсию, да, двухчасовую. Ну, в принципе, да, вообще-то, если говорить всерьез, то зритель, конечно, сегодня и читатель. Конечно, ему уже сложно читать там, так сказать, и смотреть слишком длинное кино, мне кажется. Поэтому тут хочешь, не хочешь, при адаптации романа ты идешь на какие-то сокращения и, так сказать, и ищешь те ходы, которые позволят в твоем понимании передать суть романа, но, так сказать, более лаконично. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. Программа «Абонент доступен». Карен Шахназаров у нас на прямой связи. Вернемся буквально через несколько минут. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А сегодня с нами на прямой связи генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров. Еще раз здравствуйте, Карен Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Вы можете звонить нам и задавать вопросы нашему гостю, используете эту возможность. Ну вот в продолжение разговора мы закончили первую часть Анны Карениной, но вот хотел продолжить эту тему, учитывая, что на Западе и в Голливуде, в частности, тоже предпринимались попытки экранизации Анны Карениной и Кира Найтли, в частности, играла Анну. Вот как вы относитесь к голливудским экранизациям русской классики? Насколько они удачны или неудачны? Насколько вообще способны понять русскую душу загадочную, может быть? Ну, талантливые люди могут понять русскую душу, американскую душу, какую угодно душу. Так что я не вижу в этом проблемы. Есть талантливые вещи, есть неталантливые. То, что экранизирует русскую классику, то, в общем, это, конечно, хорошо, на мой взгляд. И что-то получается, что-то не получается. То есть я смотрю конкретный фильм или конкретный, там, не знаю, и так его оцениваю. Насколько русская классика кинематографична? Вот экранизация Толстого, экранизация Достоевского, насколько возможно передать то, что писали классики, в общем, уже именно таким языком кинематограф? Возможно. Ну, в принципе, интересен, на мой взгляд, взгляд человека, тем более современного человека, который обращается, который находит какие-то свои новые, так сказать, грани в этом, свои мысли, свои художественные образы. Ну, мне кажется, так надо относиться к экранизации. Она должна быть самостоятельным художественным произведением. Другой вопрос, удачным или неудачным, это каждый решает для себя сам. Еще раз напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. А как вы относитесь к тому, что сейчас вот из Анны Карениной войны и Мир из многих толстых романов делают дайджесты, то есть буквально выдержки какие-то? Некоторые, кто вас это делает, говорят, что дети не привыкли читать очень длинные романы, а так они хоть какое-то представление будут иметь. Спасибо. Спасибо вам. Да, Карен Георгиевич, можно прокомментировать как-то. Да, я согласен с теми, кто говорит, что действительно, к сожалению, я об этом говорил, я вообще считаю, что читающая цивилизация заканчивается. Я это с сожалению говорю, потому что сам я вырос на литературе, и в принципе для меня литература имеет более важное значение, чем кино. Я скорее книги перечитываю, чем пересматриваю фильмы. Но то, что я вижу, к сожалению, да, я вижу, что это какая-то новая созревает цивилизация, в которой, в общем, уже у нее такое какое-то визуальное постижение жизни. Не знаю, мне кажется, что это не очень хорошо просто, но это факт. И мне кажется, действительно, эти большие толстые романы, они все менее доступны для современной молодежи. По-простому они не могут осилить их, потому что это происходит. Поэтому, может быть, с этой точки зрения действительно логика, хоть как-то они будут знать содержание, хотя, конечно, это как уважаемая слушательница, для меня это звучит так, я бы сказал, трагически. Но это жизнь. Надо понимать, что происходит в жизни. Современная молодежь, она живет уже в виртуальном мире. Она, мне кажется, вот эта проблема современной цивилизации, она все дальше уходит от книги. Жалко, но это, на мой взгляд, реальность. Может, я ошибаюсь, но то, что я вижу, это именно так. В то же время сейчас наблюдается тенденция, что крупные формы возвращаются, потому что, например, те же американские сериалы, которые делает ряд компаний, HBO или Netflix, ведь они, во-первых, длинные, во-вторых, интеллектуально наполненные, там хорошие диалоги, там нет вот этого клипового подхода. Вот как вы считаете, что-то меняется в этом смысле? Вот клиповое сознание, о котором много говорили еще некоторое время назад, может быть, оно отходит на второй план все-таки? Ну, нет, я не знаю, что такое клиповое сознание, оно, на мой взгляд, все-таки не так прижилось. Мы говорим о клиповом сознании, ну, да нет, я его особенно не вижу. Кино есть, телевизионное кино, но, в принципе, оно сохраняет те же формы, которые были, на самом деле, придуманы много лет назад. Но все равно, я имею в виду, если сравнить с книгой, это совсем другой подход. Это люди воспринимают зрительные образы. Это не требует таких усилий, как требует книга. Книга, ты читаешь, и ты как бы трансформируешь сам этот текст, эти значки, которые ты читаешь, в некие образы. Это определенная работа твоего мыслительного, как говорится, аппарата. А кино и телевидение, хотя, видите, я сам киношник, но, тем не менее, я понимаю, что это гораздо более простой и такой, не требующий, такой уже сложного, так сказать, восприятия искусства. В этом смысле литература для меня гораздо выше, чем кино. У нас есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Такой вопрос, господин Шахназарова. Скажите, вы сейчас работаете над каким-то проектом? Если да, то над каким? И если нет, то почему? Спасибо. Спасибо. У нас несколько проектов. Я, скорее, как продюсер сейчас работаю. У меня своего такого проекта, который, во всяком случае, тут у меня есть какие-то идеи, но я еще не готов их озвучивать. А несколько есть таких проектов, которые, скорее, я буду выступать как продюсер. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Так еще одно из ваших вопросов, если вы мне позволите. Я систематически, практически, смотрю передачу в 60 минут. И по-честному вам говорю, что вы один из самых лучших гостей этой передачи. Ваши доводы настолько обоснованы и настолько реальны, что возразить им нечем. А у меня к вам вопрос такой. Откажите, пожалуйста, как вы смотрите на господина Исаева, Рыбакова, представителей Украины, на этих передачах, когда вы стоите напротив них? Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо вам. Ну, вы знаете, я, в принципе, уже довольно большой кусок жизни прожил. Это меня научило тому, что надо вообще... Вообще-то я, даже если я категорически не согласен с кем-то, я все-таки всегда пытаюсь понять мотивы, причины, смысл того, что человек декларирует и, так сказать, чем он живет. Если хотите, это идет, может быть, от моей работы в кино. Потому что когда ты работаешь в кино, занимаешься тем делом, которое я занимаюсь, сценарий пишешь, ты даже самых отрицательных героев, которые у тебя есть, ты всегда должен понять их мотивы. Они всегда есть у человека. Смысл нашей профессии, чтобы вскрывать глубинные, попытаться, во всяком случае, вскрыть какие-то глубинные движения души, если хотите, того или иного человека. Даже если он тебе не симпатичен, и ты с ним категорически не согласен. Поэтому, может быть, отсюда я и, как вы говорите, и в программах, когда встречаюсь с людьми, с которыми я не согласен, я сходу ничего не отрицаю. Я пытаюсь все-таки понять их логику и, так сказать, почувствовать, что ими движет главное. А движет людьми очень разные вещи. Порой это бывает искренне, порой это бывает неискренне, порой это бывает просто, как говорится, скажем так, отрабатывание каких-то своих интересов. Но, тем не менее, всегда полезно пытаться понять человека, как бы ты с ним ни был не согласен. Вот, Карен Георгиевич, в связи с санкциями США были инициативы запретить показы американских фильмов в России. Стоит ли вводить подобные запреты в кинематографе, как вам кажется? Ну, я несколько раз отвечал на такие вопросы, в том смысле, что меня спрашивали от Министерства культуры, что, ну, Министерство культуры действительно имеет право запретить. Действительно имеет. Это первое. Второй момент, ну, действительно меня вызывает удивление, порой, появление некоторых картин на российском рынке, которые, в общем, ну, абсолютно, на мой взгляд, не представляют художественной ценности, и в то же время несут, ну, просто некий антироссийский, там, посыл, смысл, и я не понимаю, зачем это надо показывать. И в этом нет никакого ущемления прав, как говорится, личности. В конце концов, в современном мире надо тебе, ты всегда посмотрел где-то это. Хочешь в интернете, хочешь это. Но в этом есть что-то такое унизительное. Я должен вам сказать, что вообще современная, так сказать, российская кино и телепродукция, она, в общем, никогда не показывается нигде. И в этом, на мой взгляд, мне могут сказать, ну, потому что она некачественная. Нет, есть и качественная, но ее просто не будут показывать. Поверьте, в Британии не будут показывать и не показывать вообще ничего, связанного с Россией. И, на мой взгляд, в этом есть определенная, как говорится, установка. Понимаете? Поэтому я бы считал, что, конечно, есть картины, которые совершенно необязательно выпускать на наш рынок внутренний. А как вы считаете, есть ли такая проблема, что российский кинематограф, по крайней мере, часть кинематографистов, пытаются подражать Голливуду и поэтому проигрывают ему? Если делать кино свое, авторское, российское, как, например, делает Тодоровский оттепель, можно вспомнить, сериал, то оно будет более качественным, более востребованным. А вот именно такая попытка пародировать и повторять за Голливудом, она приводит к таким провалам? Конечно, подражают, естественно. Но в этом даже нет особой загадки. Дело все в том, что надо признать, что американское кино и телепродукции, они, конечно, это огромный мир и очень высокого качества, на самом деле. При всех моих разным отношениям к тому, что делается в Соединенных Штатах, надо признать, что там очень высокого качества и фильмы делают, и телевизионные продукции. Поэтому, естественно, что даже тут, даже вот в этом я не вижу особой политики. То есть, строго говоря, естественно, что часто молодые люди, во всем мире они во многом подражают американцам. Будет другое что-то, другой лидер будет в этом деле, будут им подражать. Это обычное явление. Ну вот вы упомянули Великобританию, и что касается дела Скрипалей, в отравлении которых Великобритания обвинила Россию, сейчас всплывают новые доказательства, фотографии и так далее. Познер вот в нашем эфире сказал, что дело Скрипалей похоже на предлог для ссоры с Россией. Как вы видите эту ситуацию? Ведь если говорить о мнении простых граждан, то они как-то так довольно радикальные и с одной стороны, и с другой. Как вы это видите? Ну я согласен, да, на мой взгляд. Просто само дело выглядит действительно настолько нелепо. Кстати, новые доказательства, вот я прочитал, что какого-то дипломата они нашли, который, значит, знает этих грушников. Ну я просто сразу скажу, как дипломат может вообще знать агентов ГРУ? Ну это просто само по себе уже нелепость. Никакая, это сами по себе такие агенты, они настолько засекречены, что про них, как правило, не то же дипломаты, в своих службах знают единицы. Поэтому уже само по себе это, конечно, очень выглядит нелепо. В общем, это выглядит действительно таким образом, потому что это не выдерживает никакой критики. Но понятно, что эту критику, там вот простой обыватель на Западе, он не слышит. Понятно, что это мы здесь вот на своих ток-шоу политических, как говорится, упражняемся и в остроумии, и в иронии. Но понятно, что для простого человека, где-нибудь в Англии, сидящего в пабе, ему говорят это, ему показывают. И чем более это, кстати, примитивно, если хотите, это по принципу такого кассового кино делается. Вот в кассовом кино логика, она не обязательно. Там главное, чтобы зрители в это поймут. Чем проще, тем лучше. Поэтому я из этого и вижу, что это настолько, в общем, сделанная вся история. Для меня очевидно, что она, конечно, используется как одно из, как говорится, средств борьбы с Российской Федерацией. В этом, кстати, я не вижу никакой мистики. Ну, из этого состоит мир. Идет борьба цивилизационная между крупными игроками. И так всегда было, и так и будет. Так что никакого тут тоже... Я даже не упрекаю эту сторону в этом. Но они сражаются за свои интересы. Вот, так сказать, это не их право. Артур нам пишет по Фейсбоку, почему Прокурск снимает Голливуд? Вот была премьера в Торонто. Неужели российские творцы не в силах рассказать хотя бы человеческую историю подводников, если не хотят трогать политику? Вот такой вопрос поступил из интернета. Не надо таких претензий все время к российским кинематографистам. Почему? Не могут. Слушайте, ну вы не можете сравнить российское кино действительно с Голливудом. Так сложилось. Бюджет всего российского кино – это бюджет, я не знаю, очень среднего блокбастера в Голливуд. Голливуд – это действительно финансовая гигантская империя. Это, можно сказать, один из оплотов Соединенных Штатов. На сегодняшний день так. Значит ли это, что надо опускать руки? Нет, не значит. Мы прекрасно видели, что когда-то автомобильная промышленность была, так сказать, оплотом Соединенных Штатов и их гордостью. Сегодня мы видим, что практически американских машин уже нет. Например, корейцы, которых там 30 лет назад никто и знать не знал, ездят по всему миру. То есть я имею в виду, что все меняется в этом мире. Но сегодня именно так. Поэтому что упрекать российских кинематографистов в том, что им сложно это сделать? Что от них требовать? Это надо создавать индустрию, создавать, потихоньку выстраивать, так, как я говорил, в том числе и организую ее правильно. И если все правильно сделать, вполне возможно, что через 10-15 лет и наша индустрия будет способна решать самые серьезные задачи. Не надо, главное, как говорил этот замечательный лейтенант, вспомню, на этом оставил записку на Курске, на Курске. Не надо отчаиваться. Это самое главное. Поэтому требовать тоже невозможно все время претензии предъявлять нам. Еще звонок у нас? Да, у нас есть звонок еще. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы знаете, так вот получилось, что я представляю уровень... Извините за эмоции, но в голову не помещается. То есть, или вы так действительно думаете, или вы так говорите для слушателей об Латвии. То есть, это нормально для слушателя в Москве, российского, да. Но вы находитесь в Латвии, понимаете... Какой у вас вопрос? Задавайте, пожалуйста, а то мы не совсем... Да, вопрос конкретный. Скажите, вот вы сейчас затронули Курск. Ведь человек спрашивал вас не из-за того, чтобы это снять, ну, как бы сказать, с сумасшедшими эффектами, а правду сказать. Вы понимаете, правду, вот. Это может быть за три копейки сериал телевизионный, но правды-то нет. Почему вы не говорите о тех записках, которые писали подводники, писали с матами, что не было ни кислородных баллонов запасных. Все было... Ну, как же так? Да, мы поняли вашу реплику. Да, как-то прокомментируйте. Я лично не очень понял реплику господина, который сейчас так страстно меня обличал. Я говорю то, что я думаю, понимаете. Что в Российской Федерации, что по Балтийскому радио. И никто меня не может заставить говорить то, что я не думаю, понимаете. И буду говорить. Если хотите, слушайте. Не хотите, не слушайте. Вас никто не заставляет. А что касается правды, так при чем здесь правда? Та правда, о которой... Понятен ваш подтекст. Дескать, нас обманывает, и на Курске было все не так, как это. Ну, так про это написано уже десятки книг, и в том числе и в российской прессе, и в российском этом. Это все известно, что да, были недостатки. Понятно, что в тот момент, как говорится, не смогли спасти лодку, не было спасательных аппаратов. И понятно, почему не было. Потому что прошли 90-е годы. Так про это мы говорим на каждой передаче телевизионной о том, что в России было, и к чему это привело. Понимаете? Так что не очень понимаю ваши претензии, этот крик души о правде. Знаете? Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Так, сорвался звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Владимир, меня зовут. Скажите, пожалуйста, я вот все-таки общественная жизнь, только что присоединяюсь к оценке, что у вас одни из самых взвешенных высказываний. Ну вот форма. У Соловьева я насчитал 5-6 одновременно орущих, у Попова было до 7 орущих. Вот в частности, вот вы говорите какую-то вещь взвешенную. Любой кофтун, любой трюхан сбоку начинают кричать глупость, Соловьев начинает с ним общаться, дальше пошли крики. Но я не верю, что вы не делали замечания Соловьева. То есть нельзя с этим согласиться, вы же не уважаете всех нас. То есть орут 5-6 человек в студии, причем реакция, повторяясь, на каждую глупость, значит, такая чувствительная. Ну мы же видим, когда... Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Согласны вы с этим или нет? Если нет, то почему вы не вмешаетесь в этот процесс и не подскажете Соловьеву в частности, что это надо изменить? Да, спасибо. Ну я не очень понимаю, как это можно изменить. В принципе, на того же Владимира Соловьева приглашаются на программы очень разные люди. И мне кажется, это правильно. И с совершенно разными взглядами. Абсолютно. Причем то, прямо скажем, мы знаем, что в соседних странах не очень-то с нашими взглядами поговоришь на телевидении. У нас, как видно, можно говорить достаточно свободно. Но возникает порой каша, да, порой бывают там стычки, там, я не знаю, начинается это. Не очень, конечно, это всегда нравится. Но как в этом смысле вы предполагаете, может там ведущий, в данном случае, Владимир Рудольфович, это все остановить? Он и так как бы регулирует, на мой взгляд, весьма уверенно это все. Ну, порой бы, да, бывают крики чрезмерно. Что делать? Это полемика. С этим тоже ничего не поделаешь. С другой стороны, как вы хотите, чтобы только была вот одна, допустим, наша точка зрения? Мне кажется, это тоже неверно. Хорошо, чтобы зритель все-таки видел разные точки зрения. Пускай и те, с которыми он не согласен. Так, еще один звонок у нас был. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Я хотела сказать по поводу Курска. Пусть этот человек посмотрит фильм «72 метра». Там очень хорошо подводная лодка покажет. Это вы радиослушателю, да, я так понимаю, ваша реплика обречена? Ну, в защиту Карена Георгиевича и из Рождественникова, спасибо. Да, спасибо вам. Фильм «Хотиненко», кстати, «72 метра». Кстати, правда, «72 метра» – хороший фильм. Там, между прочим, он не в прямой о Курске, но, во всяком случае, там показано весь трагизм этой ситуации. И кто там действует? Согласен с радиослушателем. Ну, вот вы не раз упоминали о ток-шоу в нашем эфире. Такой короткий вопрос. Выражали также свою гражданскую позицию в поддержку Владимира Путина. Существует ли, на ваш взгляд, альтернатива Путину сегодня в России? На мой взгляд, нет, не существует. Дело всего в том, что если бы она существовала, мы бы уже ее видели. Возникает, понимаете, вы люди молодые, а я все-таки прошел, так сказать, помню и годы перестройки, и распад СССР. Я помню, как вот Ельцин, например, появился. Надо сказать, я никогда не был его сторонником. Никогда его не поддерживал. Всегда видел, чувствовал опасность в этом персонаже. Хотя, видимо, в нем какая-то историческая своя была там, не знаю, миссия. Ну, не знаю, другой вопрос. Но я имею в виду, что вот он возник, и при всей мощи тогда ЦК партии, советских органов, ничего с этим сделать нельзя было. Он стал лидером в очень короткий срок, период. Каким-то образом это сразу чувствуется, это возникает. Но сегодня, сегодня такой фигуры нет. Сегодня, на мой взгляд, нет альтернативы Владимиру Путину. Действительно, как бы, на сегодняшний день, как мне кажется, так сказать, занимает именно то место, которое он должен занимать. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Карен Шахназаров, глава концерна, киноконцерна Мосфильм, режиссер был с нами на прямой связи. Всего доброго и до свидания. Спасибо вам всем. Спасибо.